Субтитры создавал DimaTorzok Они пидоры, они пидорасы, даже нет, включай нас, они, мне не хочется, они, они тут стоят машину, а это наш, это наш, скажи, это наш двор, наша территория, это наша территория, а если нет, то я вас помочу, вы поняли? Я растопчу и уничтожу, и будешь ты сморгать свою непритую рощу, ебало тебе рассобью, закройся ты, а мои тексты... Вот, например, фантазии популярного сегодня фейса Талантливо? Можно спорить. Популярно? Определенно да. Талантливо? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Versus Battle это российский аналог зарубежных проектов Don't Flop и King of the Dot, в котором участники-исполнитель рэпа и хип-хопа соревнуются живым словесным выступлением. Но соревноваться во владении словом можно по-разному. Например, складывать стихи и речитативы на какие-то социально значимые темы или призывать чему-то возвышенному волевому вдохновляющему. Вот только все перечисленное совсем не о проекте Versus Battle. Потому что единственное, чем занимаются его участники, это придумывают как посильнее оскорбить и унизить друг друга. На их сленге это называется биф. Сам мне позвонился, он спросил, у тебя что появились яйца? Ну ты и мужик. Так вот, они у меня большие, с самого начала. И хотя в начале каждой передачи всплывает предупреждение о том, что контент предназначен для аудитории старше 18 лет, но в действительности в интернете сегодня нет работающих механизмов ограничения подростков от подобной информации. Это значит, что при должном уровне раскрутки материал дойдет до целевой аудитории. А с пиаром у этого проекта все хорошо, его даже Ваня Ургант рекламирует на Первом канале. Одно из самых обсуждаемых событий августа – рэп-баттл Мирона Федорова и Вячеслава Машнова. Они более известны в своих кругах, как Оксимирон и Гнойный. Такие у них прозвища. В интернете этот баттл посмотрело уже 22 миллиона человек. Давайте хайпить, давайте мать, задевать, врать, воровать и байтить, ушат, дерьма, выливать на братьев, густрайтер найден. Баттл Оксимирона и Гнойного – это спор о первичности культуры. У тебя до того недержание, что понос без говна – это просто вода. Вместо жопы твои два полушария. Ты не бяка, ты слишком хрупкий. Они обсуждают фундаментальные философские проблемы. Они отсылают классики, цитируют великих поэтов. За графоманию, как у Бродского, говнолирику, как у Сесенина. Где ты сам-то гуляешь по краю? У отеля по краю бассейна. Тебя спутать с поэтом, как мешок с хуйами и спиннер. Гнойный победил 5-0. Все следы жюри отдали ему свои голоса. Награды называют просто «Порно-Оскар». И вот «Россиянин» получает такую статуэтку уже в восьмой раз. А номинаций в этом году у него было и вовсе больше двух десятков. Успех и признание несомненно. Российская порно-актриса Алина Еременко, но более известная под псевдонимом Хеннесси, пообещала самый масштабный гэнк-бэнк в своей карьере. Проще говоря, групповой секс. Со сборной России, если команда выиграет Кубок Конфедерации. Вам обязательно нужно посмотреть картину «Бифф. Русский хип-хоп». Уже сегодня фильм в широком прокате. Это своего рода краткая инструкция по применению хип-хоп-культуры. Сегодня версус батл, конечно же реванш. Представьтесь, кто вы? МС-стервятник. А вы кто? МС-священник, а.к. разрыватель жоп-пидораза. Майтовая шавуха сосёт. Без задания отсюда не уйдёт. Я ей задал, чтобы она пошла в анал и тебя там нашла. И ремнём выебала. Вызвал меня опять, чтобы пососать у меня. Опять этот батл, как первая мировая война. Ты, Рома, отсосяшь ты у меня. Ты ебаный таджик. Торгуешь ты шаурмой. У тебя даже можно сосать Дима стоя. Дима стоя, потому что ты ебаный карлик. Отсосяшь ты у меня. Ты исчез. Поэтому его журналист должен хорошо помнить, что у него нет задачи сделать мир лучше. Внести след истинного учителя. Повести человечество правильную дорогу. Это всё не бизнес. Задача журналиста – зарабатывать деньги для тех, кто его надо. Если журналист декларирует себя и показывает, и демонстрирует себя в качестве пропагандиста, то он плохой не тот пропагандист. Потому что пропаганда не должна быть явной. Пропаганда должна быть скрытой. И только тогда она становится эффективной. Нам чётко надо учить студентов к тому, что выйдя за стены этой аудитории, они пойдут работать на дядя. И дядя будет говорить им, что писать, что не писать, и как писать, о тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, потому что он им платит то, что сказал дню. Может нравится, может не нравится, но это эффективная реальность этого жизни. И другой у вас не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!